Стелла появилась в Орехово в 70-е годы прошлого века. Все это время местные жители собственными силами, как могли, ухаживали за мемориалом. Но время беспощадно ко всему. И за почти полвека с момента установки прилегающая территория заросла, а сам памятник обветшал. Для того, чтобы привести место в порядок, требовались уже кардинальные меры. Приезжая мимо, один из старших сыновей как-то мне показал, папа, почему у нас такой дом, красивый участок, а памятник как-то в таком запустении. Как раз это было начало весны. Мы крикнули клич селянам, и селяне откликнулись. Пришло ровно столько народу, сколько надо было, с косами, с вилами, с граблями. Конечно, к инициативе подключились и местные жители, и местные власти. Общими силами благоустройство завершили ко 2 сентября. Этот день в истории остался днем окончания Второй мировой войны. Наши земляки, как и весь народ, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, все делали для фронта, для победы. Мы все понимаем, что памятники ставят павшим, но они и нужны и живым. 300 фамилий, записанных здесь, фамилии героев, родившихся в этих краях, еще будут пополняться. Сегодня здесь указаны имена погибших на войне героев, но к 9 мая в планах нанести на памятник имена тех, кто воевал и вернулся с войны. Так что список, скорее всего, вырастет еще в два раза. К открытию комплекса приурочили выставку «Бессмертный полк Валаама» – частного передвижного музея Ивана Марценюка. Это реальные люди, рисовались они по зарисовкам художника, который сделал в 1774 году. Уникальна она тем, что она посвящена войнам Великой Отечественной войны, которые покалеченные пришли после войны и нашли свой приют в интернатах. И об их жизни, и на лицах как раз мы можем увидеть скорбь, скорбь, боль. В тот же день в Орехово заложили фундамент нового музейного комплекса. По планам в следующем году он откроется. Сюда переедут музей русских гуслей и музей каллиграфии – частные коллекции Алексея Шабурова. Проект пока в разработке, но он обещает этой маленькой красивой деревеньке новое дыхание и новую жизнь.